Привет, друзья! Ну вот и настало время поговорить о кардионагрузках. Первое. Хочу вам сказать, что без кардионагрузок, на мой взгляд, невозможно снизить процент подкожного жира ниже 10%, точно, может быть, даже ниже 12%. Сколь бы правильно вы не питались и сколько бы правильно вы не тренировались на тренажерах или со свободными весами, суперсерии или легкие веса, тяжелые веса, база, изолирующие и идеальное питание, вы не сможете просушиться. Дальше. Какие могут быть кардионагрузки? Вариантов множество. Все они разные, чуть-чуть по-разному воздействуют на организм конкретного человека. На сегодняшний момент, в силу того, что мои тренировки пришли больше к режиму поддержания определенной формы и улучшению вот этому уже, да, какому-то фрагментарному, так скажем, да, улучшению своей физической формы, я использую целый спектр, широкий спектр кардионагрузок. В основном они всегда интервальные, то есть уровни пульса все время меняются. Я выхожу на определенную базу, то есть пульс восстановления в районе 70% от максимума, нахожусь там в районе 5-7 минут и потом делаю интервалы. Это может быть бег с коренями, это могут быть ускорения на велотренажере. Вы можете выбрать, естественно, свои виды. Дальше. О пульсе. До тех пор, пока вы не научились чувствовать свой организм абсолютно, а это придет после того, как вы какое-то время позанимаетесь с кардиомонитором. Я считаю, что каждый человек, который тренируется серьезно и хочет делать кардио серьезно, должен иметь монитор сердечного ритма. Есть такое понятие, как аэробная база. Это фундамент вашей кардиоподготовленности. Вы должны длительное время проводить на аэробной базе, то есть на этих 70% от максимального пульса. Когда эта аэробная база выстроена, это значит 20-30-40 минут, там, 3-4 раза в неделю. После этого вы можете начинать использовать интервалы. Я тренируюсь всегда и всегда интервально. Короче, давайте я сяду уже, наконец-то, на велик и расскажу вам, как я это делаю на велотренажере. Я использую инерционный велотренажер, ребят, не электрический. Сразу могу сказать, но меня поймут специалисты. То, что электрический велотренажер – это не то, что нам нужно. Нам нужны инерционные тренажеры, которые напоминают настоящий шоссейный, либо маунтинбайк. Не важно. То есть у этого велика есть инерция. Дальше здесь есть регулятор нагрузки. Есть, естественно, престижные ремни, либо можно использовать степ-ины. То есть вы должны педаль проворачивать по всему кругу. Это важно. Какое-то количество времени я кручу в спокойном режиме, с нагрузкой, для того, чтобы пульс поднялся и подержался на уровне 70% от максимума. Это своего рода врабатывание. Врабатывание в предстоящую тренировку. Многие скажут то, что на стационарном велике крутить скучно. И я соглашусь, если бы не музыка. Я сейчас на время от вас отвлекусь и сфокусируюсь непосредственно на тренировке. Посмотрите за техникой. Посмотрите, каким образом я кручу бритм. И каким образом этот ритм и наполняет, в общем-то, энергией. Но это надо сделать самим, чтобы почувствовать. Я уверен, что вы почувствуете. Итак, начнем с разминки. И поехали. Субтитры сделал DimaTorzok И когда крутишь, пить, это вообще святое. Ты не представляешь, сколько можно выпить. Друзья, если вы тренируетесь на тренажерах, либо с гантелями, либо со штангой в зале, без воды еще как-то можно. Хотя, естественно, что ни один грамотный человек не занимается без воды или без изотоников. Но если вы делаете кардио, тут я вам могу сказать просто. У вас должно быть хотя бы 750 миллилитров воды или изотоника с собой. Жидкость, которая из нас вытекает, она в основе своей, естественно, вода, но она наполнена солями, электролитами, минералами. Электролиты, калий и натрий, минералы, естественно, без которых наше тело не способно воспроизводить себя энергетически и вообще функционировать нормально. Первое. Электролиты, калий и натрий. Это те элементы, благодаря которым нервы проводят импульсы к работающим мышцам. Жить без электролитов невозможно. Я пью изотонический напиток, в котором есть калий и натрий, в котором есть несколько-несколько минералов, которые необходимы организму, плюс слабая-слабая концентрация глюкозы. 3,5 грамма на 100 миллилитров. Нормально? Ну вот, ребят, во-первых, это просто мега-кайф. Силовая тема кайф. По другим причинам, об этом мы с вами говорили не раз. Кардио – это кайф другого типа. Но я вам говорю, меня, конечно, драйвит просто ритм и музыка. Я сначала пытался крутить и просто на айфоне включил, ну, на максимальную громкость. Ну, какая там громкость, да? Смешно. Но стоило мне надеть наушники, этот ритм просто проходит. Если особенно громко включить, да вы меня знаете. Вы спрашиваете про плейлисты постоянно. Так вот, этот ритм подобрать для себя свой и нагрузку подобрать. Вы заметили, что я встаю из седла и еду, имитируя горку. То есть подъем в горку. Это и есть мои интервалы. Но интервал в данном случае не длится 30 секунд. То есть, когда я бегаю ускорениями, я бегаю ускорениями в гору, это другой вариант. На велике у меня интервал занимает, первый интервал может быть 3 минуты, второй интервал 4, третий 5. Максимально я выдерживал минут, наверное, 7-8. Потом, конечно, умирают ягодицы, задняя поверхность и длинные мышцы спины. Основная задача здесь, ребят, держать вес тела максимально над педалями. Я ручки руля практически не сжимаю. Поэтому вы, может быть, заметили, что я даже пальцами, как бы, да, забавно вот так вот оттопыриваю пальцы. Это для того, чтобы не заставлять себя сжимать ручки. Потому что руки должны быть расслаблены, чтобы они не пожирали энергию. Чтобы вся энергия шла через аэробные механизмы и более приспособленные для аэробной работы мышцы крупные. Сколько раз в неделю я рекомендую вам делать кардио? Если вы решили заняться по-серьезному снижением процента подкожного жира, не только весной, да, как многие из вас просили, 6 дней в неделю. Реально, 6 дней в неделю. 30 минут, 45 минут, 6 дней в неделю. 2 раза в день можно сделать, скажем, 30 утром, 20 вечером. Понимаете, да? 30 утром, 30 вечером. Но тогда я бы не сказал, что 6, тогда может быть 5 дней в неделю. В другие периоды, когда вы не особо интенсивно взялись за собственную форму, а просто поддерживаете ее, ребят, ну, 3 раза в неделю. Но я считаю, что если уж вы делаете 30 минут, но чего не сделать пару интервалов, ребят? Почему бы не ускориться до панно? До панно – это порог анаэробного обмена. Это тот уровень пульса, на котором анаэробные процессы образования энергии начинают преобладать над аэробными. И продукты распада начинают накапливаться, дыхание уже не справляется. Короче говоря, в просторечии это называется «не хватило дыхалки». И это вы перешли через панно. Так вот, вот это панно можно поднимать. Но сейчас это, я считаю, уже у нас не для первого урока, так скажем. Первый урок – это аэробная база плюс несколько интервалов. Друзья, я жду обилия ваших вопросов. Я жду вашего, конечно же, несогласия в чем-то. И готов с вами дискутировать. Жду вашего опыта в кардио. Ну и, естественно, скоро мы увидимся вновь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok